100 тысяч сомов за оскорбление в интернете. Такую инициативу предложил Минкультуры. Президент Саддер Джапарова в очередном интервью Кабару, комментируя законопроект, заявил, что отзывать его не нужно, несмотря на критику стороны обудсменки и депутатов парламента. Пусть депутаты или СМИ вносят свои предложения, добавления или изменения. Я тоже против штрафов 100 или 200 тысяч сомов. Это нужно обсудить в парламенте, отмыть лон. По мнению Джапарова, законопроект важен, так как ложь в интернете провоцирует конфликты. В качестве примера он привел случай, произошедший с радио Заттык. По словам президента, издание распространило про него ложную информацию, а когда его пресс-секретарь позвонил во Заттык, то в издании извинились и удалили материал. Но эта информация висела в сети целые сутки. Сколько людей это прочитали? Откуда им знать, что Заттык говорит неправду? Думаю, именно для таких случаев, когда распространяются ложные, сеющие панику и сообщения, разрабатывается Дзигнепрейн. Пусть он дойдет до парламента, начнутся обсуждения, и тогда посмотрим. Президент подчеркнул, что такие действия не имеют отношения к свободе слова, и для предотвращения подобных случаев разрабатывается закон. Ранее обусменка Джамиля Джамамбаева заявила, что штрафы в 100 тысяч, 200 тысяч тонн за клевету и оскорбление в СМИ и интернете не обоснованно высоки. Депутат Дюрку Кенеш Хисак Масалевич заявил, что этот законопроект в случае его принятия будет работать только в отношении тех журналистов и пользователей интернета, которые будут критиковать существующую власть. Продолжение следует...